Меня зовут Прохор, мы с Олей основатели студии «Онли Дизайн», и этот проект мы сделали для нашей знакомой Варе. Меня зовут Варя Авдюшка, я художник по костюмам в кино, я продюсер. Добро пожаловать! Для нас получить такого заказчика – это подарок, потому что она сама яркая, экстравагантная, но и вообще делать художника – это очень интересно. Поскольку я занимаюсь костюмами, интересуюсь и историей тканей всего, у меня была такая и есть, такая очень давняя любовь – это Варвара Степанова, которая была женой и соратницей Родченко. Я очень люблю ее принты. Это 20-е годы, Россия, это авангардисты, это конструктивисты, это смелые решения, это игра с формами, с красками, это такие яркие, яркие изобразительные высказывания. Мы решили, что это мог быть обои на основе принтов Варвары Степановой. Варя сама выбрала рисунки, которые ей нравятся, и потом уже шел такой достаточно долгий процесс масштаба, цвета, корректировки и создания вот этих макетов для обоев. А обои мы расположили в спальне, в кабинете, в коридоре и в гостевом санузле. По мере того, как мы это все делали, обсуждали, прорабатывали, у нас появились еще дополнительно фризы, покраски на карнизах, полоски. Вообще в этом пространстве, я вам хочу сказать, царят женщины, начиная с того, что нас встречает принца Степановой. Также в этом интерьере присутствует след еще одной прекрасной женщины, Соня Делане. Вот, например, подушки, сделанные по ее принтам. Тоже была авангардистской, тоже экспериментировала с цветами, тоже экспериментировала с формами. Еще один плод женского яркого, мощного творчества, это, например, вот этот вот ковер. Он соткан по эскизу Бениты Оте Кох, которая училась в Баухаус. У нее было основное направление ткачества, и она создавала свои оригинальные, яркие, опять же, эскизы для принтов и именно для ткачества, для тканей. Сама квартира находится в жилом комплексе гостиницы «Украина». Квартира по площади 110 квадратных метров. По функционалу в квартире большая кухня-гостиная общая зона, в которой врезается куб гардеробный, отдельная спальня с своим санузлом, кабинет, в котором работает вариант, тоже просторный, с рабочим столом и со столом, где можно что-то мастерить. Сама кухня убрана, углублена в нишу, решена очень просто, такой тоже серый квадрат, который наполнен функционалом. Мы искали, кто будет делать исторические окна. Варя сразу сказал, что вот установленные там металлические, алюминиевые, никакие были окна не годятся, и мы полностью ее поддержали. Мы нашли, кто это сможет сделать в Санкт-Петербурге. Там есть компания, которая занимается реставрацией старых зданий. Нам больше всего понравилось то, что они предложили. Копия того, что здесь было. Под окнами мы сделали диванчики. Мы использовали новые гипсовые карнизы. Они достаточно простые и лаконичные, нас это устраивало. Сделали паркет. У нее есть такая черная графичная окантовка, графическая линия, которая переходит потом и на карниз гипсовый, и где-то проходит по плинтусам. Вот это графика темного и светлого, а тоже из контрастных работ русских авангардистов и конструктивистов. Дальше все наслаивалось одно на другое. То есть мебель, декор, керамический столик, синий тоже как графический круг на картинах русского авангарда. И многие вещи появлялись стихийно не запланированно. То есть, например, как винтажный свет, винтажные предметы. И это был такой процесс поиска каких-то интересных вещей, в том числе потом уже искусства. И до сих пор этот процесс продолжается, что здорово, мне кажется. Это портрет моего папы, который был знаменитым актером в Советском Союзе. Этот портрет достаточно долго висел в кухне у его двоюродного брата. И там происходила жизнь, он дико много курил, брат, готовил, курил. И портрет покрылся чуть-чуть, вот он стал темнее, чем он был на самом деле. То есть, например, кофта у него там бордовая, да, как мне рассказывают. И у меня сначала был порыв вот это вот все сейчас почистить, сделать его так, как было. А потом я подумала, ну он же прожил жизнь. На нем вот накопились вот эти мысли этого брата. Этот его дым, сигарет, этот его там жар от плиты, его какие-то фантазии. Ну пусть так и остается. Ну это вот мой любимый «Синий кабинет», в котором прекрасно абсолютно думается, в котором много чего рождается, в котором происходит много споров и баталий. Здесь у меня живет, например, работа моего любимого современного нашего художника, московского сюрреалиста Аркадия Насонова. У него есть серия, он собирал карты, реальные карты, автоматологические осмотра больных. И они, вот эта вот карта 1914 года. Эта работа тоже Аркадия Насонова. Они тоже, например, вот эта вот, это у него есть серия карты Таро, который он сделал из великих художников, поэтов, как раз вот периода начала по середину века. То есть у него есть карты Корой с Веденским и с Мандельштамом. Но мне, разумеется, у меня живет Варвара Степанова. Работа Васи Шумова, который у нас один из самых ярких представителей музыкального и арт-мира российского, ну это же абсолютно, она абсолютно моя. Это манекен, который мне подарила Оля, когда мы закончили ремонт. Он у меня стоит теперь как такой талисман. На него надеваются редкие, но любимые какие-то костюмы, над которыми, я думаю, накидываются. Я все равно на них смотрю, раздумываю. Мебель мы проектировали, это Олин проект. Она его проектировала сама. И долго мы, долго искали способ выражения внешнего вида этих шкафов. И в итоге пришли к тому, что мы сделали микс. Мы взяли за образец мебель 20-х годов с мелкими, которые полками, с их полосками. И в них Ольга добавила элементы вот этого принта, из принта Степанова и из обоев. Поскольку Варя занимается кино, мы сюда решили добавить тоже авангардные плакаты братьев Стенбергов. Они как раз именно нам подходят и по графике своей, и по цветовому решению. Здесь есть античная у нас скульптура Самсона, которая разрывает машину. Это работа Юрия Хоровского. На кухне у нас работа синих носов. Она, можно сказать, в себя выбирает вообще образ этого интерьера. Это как бы симбиоз. Это, с одной стороны, искусство. С другой стороны, там изображена колбаса. И тут как бы идет такая игра. Она сама находится на стене, которая тоже расчерчена такими авангардными, я бы даже сказал, супрематическими линиями с синими прямоугольниками, квадратами. И тоже это все очень сильно напоминает авангард начала 20-го века, но в какой-то современной интерпретации. Вот совершенно так четко мы проложили такой мостик, да. То есть есть Степанова с ее невероятно безумными вот этими вот кругами, принтами, полосками, да. И есть вот эта вот волшебная голова Ольги Табрелуц, которая вот если ты ходишь, она меняется, да. То есть это тоже вот такой мэджик, да. И такое ощущение, что эти обои тоже меняются. Изголовье тоже мы изготавливали, тоже Оля сделала его эскиз и проект. Референсом были мебель и формы архитектурных окон времен авангарда и конструктивизма. То есть мы прямо брали, смотрели фотографии, понимали, какой идет ритм, какой идет размер, какое расстояние, да. И вот из этого получилась такая вот фантазия с этим изголовьем. Это к вопросу о той же смелости, да, смелости тех, кто творил тогда в 20-е, смешивали несмешаемые, да. И смелости Оли и Прохора, да, когда они просто так достаточно смело берут и совмещают то, что, казалось бы, совместить невозможно. Живется тут прекрасно, живется смело, творится на полную катушку. Рождаются прекрасные идеи и для костюмов, и у меня собираются друзья, мы придумываем какие-то вместе проекты. И тут такие вихри закручиваются, в принципе, то, чего и хотелось. Жизнь тут кипит, и меня это вот очень радует, это самое главное, чтобы дом жил и чтобы в нем рождалось что-то красивое и удивительное.